Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. В ноябре 1730 года в семье гвардейского офицера Василия Ивановича Суворова родился сын. Через 10 дней Русская Церковь праздновала память святого князя Александра Невского. Поэтому отец мальчика назвал сына в честь этого прославленного и непобедимого русского полководца. С рождения мальчику была уготована военная стезя. Однако Саша оказался слаб здоровьем. Так что отец заявил, военная служба не для него. Мысль о том, что он не сможет продолжить дело отца, приводила Александра в отчаяние. Но этот часто болеющий мальчик имел железный характер, а также пытливый ум и огромное желание подвигов. О том, как хрупкий болезненный мальчик стал генералиссиумусом Суворовым, рассказывает детская писательница Елена Пимедова в книге, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Книга Александра Суворов «Молись Богу, от него победа» вышла в свет в издательстве «Духовное преображение» в серии «Защитники Отечества». В небольшом предисловии автор пишет. Февраль, 1800 год. Под покровом сумерек в Петербург въезжает дорожный вазок. Генералиссиумус Суворов возвращается из легендарного похода, которому суждено войти во все учебники военного дела. Это переход через Альпы. Но триумфатору не устраивают пышные встречи. Нет ни оркестра, ни речей, ни цветов. Постаревший, больной полководец напрасно всматривается в сумрак за оконцем. От простуды ему уже не суждено оправиться. Сразу по возвращении он сляжет в постель. И всего через три месяца Суворова не станет. Его похоронят бесподобающие генералиссиумусу почестей. На могильном камне будет выбита всего одна фраза. «Здесь лежит Суворов». Это лаконичная эпитафия, составленная другом Суворова, поэтом Державиным, и сегодня говорит русскому сердцу больше, чем любая хвалебная ода. Он участвовал в 63 битвах и не проиграл ни одной. Начав службу простым капралом, он закончил ее генералиссиумусом. «Где Суворов, там победа», — говорили о нем современники. Откуда же пришло к прославленному полководцу такое глубинное понимание военного искусства? Чтобы понять это, надо проследить весь его жизненный путь, начиная с детских лет, что и делает автор книги. Как уже говорилось в начале программы, с рождения мальчик был слаб здоровьем, а значит, и к военной службе непригоден. Как повествует автор «Семья Суворовых», жила в селе Покровском на Яузе, возле слободы лейб-гвардии Семеновского полка, одного из старейших и знаменитейших в России. Юный граф, невысокого роста, хилый и болезненный, очень завидовал рослым гвардейцам. Он часами наблюдал за их упражнениями, любовался потянутыми фигурами в нарядных мундирах, слушал молодецкие строевые песни. Конечно, он тоже хотел быть таким же. И в девять лет мальчик втайне от всех начал закаляться. Обливался холодной водой, совершал ежедневные пробежки. Летом ждал проливного дождя, чтобы проскакать верхом на лошади под секущими строями, под раскаты грома и сверкания молний. Он поставил перед собой цель и шел к ней с недетским упорством и серьезностью. Отец Александра, небогатый помещик, занятый хозяйством, не мог нанять для сына дорогих учителей. Однако у Саши нашлись прекрасные наставники. Ведь у Василия Ивановича, который в свое время по заказу Петра I занимался переводами книг по военному делу, была богатая библиотека. Саша с упоением читал книги по истории, артиллерии, фортификации, мемуары полководцев и политических деятелей от античности до современности. Чего стоили, например, сравнительные жизнеописания древнегреческого писателя Плутарха. Особенно нравились мальчику Ганнибал и Цезарь. Храбрые, решительные, мудрые. Они казались ему лучшими полководцами в мире. Несколько слов о тех людях, которые повлияли на судьбу утрока Александра. Так, по словам автора, одним из них был генерал Абрам Ганнибал, друг Василия Ивановича Суворова и прадед Александра Пушкина. В книге мы читаем. Бывая в гостях в доме Суворовых, генерал обратил внимание на то, как Саша играет в солдатики. Со своими игрушечными воинами мальчик проводил маневры по всем законам военной тактики. Его солдатики совершали марши по горам и болотам, укрывались в засадах, заманивали неприятеля ложного отступления, строились в фаланги и когорты, выжидали момент для атаки и стремительно бросались на штурм. Однажды между Ганнибалом и Сашей завязалась оживленная беседа, и генерал был поражен широтой знаний и меткостью суждений мальчика. Он отправился к своему другу и принялся убеждать его, чтобы тот избрал для сына военную карьеру. «Если бы жив был батюшка Петр Алексеевич», добавил он, «поцеловал бы его в лоб и определил бы обучаться военному делу». Так исполнилась мечта отрока Александра. В 1742 году он был зачислен мушкетером в Семеновской лепгвардии полк, лучшую воинскую часть, чьей задачей являлась личная охрана царственных особ. А перед отправкой в полк юного Суворова наставлял друг семьи, купец Головин, образованный и начитанный человек. Он открыл перед Сашей книгу о жизни великого полководца древности, Александра Македонского, и прочел отрывок про разговор Александра с философом Диогеном, который по преданию вел крайне воздержанный образ жизни и даже жил не в доме, а в большой бочке. Потом гость спросил у мальчика, «А кем бы ты хотел стать, Александром Македонским или Диогеном?» «Конечно, Александром!» – пылко воскликнул Саша. «Почему?» – удивился Головин. «Александр Македонский всегда может стать Диогеном, а Диоген Македонским вряд ли», – ответил Отрак. Уже прощаясь, Головин положил руку на голову мальчика и сказал, «Так постарайся же стать и Александром Македонским, и Диогеном». Мудрец, чудак и великий полководец в одном человеке. Возможно ли сочетать такие, казалось бы, несовместимые качества? Но, как показало будущее, именно эти крайности сформировали уникальную личность Александра Суворова. Впоследствии великий полководец ни разу не посрамил ни армии, ни родины, ни доверия своего государя. Домой он всегда возвращался триумфатором. Он оставил после себя мемуары, которые больше походили на сборников аризмов. Они разлетелись, как крылатые фразы, которые мы произносим до сих пор. «Нужно спешить делать добро». «Солдат – христианин, а не разбойник». «Победителю более всего приличествует великодушие. Сам погибай, а товарища выручай. Мы русские, с нами Бог. Молись Богу, Он силен и с Ним победим». Подборка этих и других афоризмов Суворова завершает эту книгу. О себе Александр Васильевич Суворов говорил. Никогда самолюбие, часто покорное покрывало скороприходящих страстей, не управляло моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей. «Жизнь моя была суровая школа, но нравы невинны и природное великодушие облегчали мои труды. Чувства мои были свободны, и сам я тверд». Читая о Суворове, мы можем снова и снова сказать об этом великом человеке, что это был истинный христианин, отец солдата и скромнейший человек. Со страниц этой книги перед нами предстает подлинный облик русского православного полководца, человека глубоко нравственного, проникнутого любовью к Богу и ближнему. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok